В.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П.П 1. Методическое обеспечение профессионального обучения. 2. Состав учебно-методического комплекса. Методическое обеспечение профессионального обучения является неотъемлемой составной частью учебного процесса и способствует качественному усвоению программ подготовки. Основными инструментами организации образовательного процесса являются учебно-методические обеспечения. Оно непосредственно отражает как способы построения учебного процесса, так и дает полное представление об объеме содержания обучения, которое подлежит усвоению. Методическое обеспечение как результат прежде всего это совокупность всех учебно-методических документов, программ, планов, методик, учебных пособий и т.д. То есть это комплекс всех учебно-методических документов. Учебно-методическое обеспечение позволяет систематизировать нормативные документы, методические материалы и средства обучения, повысить качество и эффективность учебных занятий, сформировать систему объективной оценки капитации обучающихся и выпускников. Методическое обеспечение – сложный процесс, включающий прогнозирование потребности, разработку методической продукции и ее применение. Методическое обеспечение Методическое обеспечение Методическое обеспечение Методическое обеспечение Методическими Методическими средствами обучения Третье Паурочные планы Методическое обеспечение Четвертое. Инструкционные карты, которые необходимы для проведения практических занятий. Четвертое. Литература. То есть совокупность всех учебников, учебных пособий, справочных, которые используются во время подготовки к занятию и во время проведения занятий. Четвертое. Дидактические материалы. То есть раздаточный материал, карточки, задания для самостоятельной работы, активити, самостоятельные работы студентов и так далее. Все это входит в дидактический материал. Седьмое. Цифровые образовательные ресурсы. То есть то, что актуально на сегодняшний день. Это электронные учебники, сайты, обучающие программы, различного рода виртуальные лаборатории. А также комплект для усвоения знаний, для контроля усвоения знаний. Тесты, экзаменационные вопросы, перечень самостоятельных вопросов, перечень вопросов для самоконтроля по пройденным темам. Это примерный состав учебно-медицинского комплекса. Так. Задание по уроку. Привести примеры методик и технологии, используемых на уроках, ролевые игры, групповая работа и так далее с начала учебного года по этому предмету. И второе задание. Найти статью по теме информационного обеспечения и профессионального обучения и написать краткую рецензию на статью. Продолжение следует...